привет мои дорогие мои хорошие меня зовут леси и я рада видеть вас на своем канале в этом видео я хочу вас немножко познакомить еще раз пряжей от рассказывая народный стиль то есть рассказывать сейчас выпускает пряжу в удобном для нас вязальщиц формате то есть обычно у них были вот такие таблетки да а теперь как вы видите она все в матках начну я наверно с того что я вам покажу полностью вот такой моток и у нас с вами состав очень хороший 80 процентов мериносовой шерсти и 20 акрила вес матка у нас 100 грамм и плюс-минус 200 метров на эти 100 грамм что нам говорит производитель о том что рекомендована ручная стирка при 30 градусах не использовать хлоросодержащие вещества сушка на горизонтальной поверхности крючки и спицы рекомендованы четырех с половиной до пяти можно отпаривать но на минимальных температурах и ни в коем случае не стирать в машине в образце 10 на 10 26 26 петель и 38 рядов но это не обязательное условие так как у всех разная плотность вязания и у вас плюс-минус может отличаться вот такой вот моточек мне кстати это пряжа очень понравилось и я вам ее рекомендую и так я отвязала два образца спицами и крючком спицами я вязала меланж так как из меланжа я буду вязать себе безрукавку повторюсь вот а крючком тоже решила связать показать вам как он смотрится в крючке образцы у меня уже прошли влажно-тепловую обработку здесь я набрала как рекомендовал производитель на спицы четыре с половиной 26 петель после влажно-тепловой обработки высота у меня осталось неизменно а вот в ширину у меня на один сантиметр полотно растянулась но один сантиметр это не критично просто обязательно проводите влажно-тепловую обработку если вы что-либо вяжите а после в это он пряжа стала более мягче более податливый что спицы и на удивление крючок после влажно-тепловой обработки также стал мягкий при том что это крючок также четыре с половиной но она колом не стоит это очень радует потому что много девчонок то сейчас вяжет крючком вот и ярко выраженные узоры можно вязать из этой пряжи на спицах тоже мне все понравилось рядочности здесь нет петли не пляшут что очень тоже важно нить равномерно по всей длине и легла нету ни каких-либо пушинок еще чего-либо в общем я рекомендую эту пряжу и прям жилет я буду вязать из этого меланжа и так хочу вам показать сам моток вот она нить как я уже сказала она равномерно по всей длине также допускается у нас несколько узлов на один моток то есть да то есть 12 внутри максимум если уже больше то конечно же уже вопрос к поставщику с чего он собирал мотки крутка выше средней то есть очень хорошая видите мне нравится такая крутка что она не слабой намотки да вот она вот она сама ниточка 2 миллиметра по моему она у меня что у нас пишет поставщика поставщик у нас по этому поводу по этому поводу сколько она и не пишет сколько миллиметров сама ниточка но нам это и не нужно вот такая вот она в общем мне понравилась данная пряжа подходит она для вязания как плечевых изделий так и носочно чулочных шапки я не рекомендую вязать из нее потому что будет чесаться лоб имейте это ввиду вот и давайте пройдемся по цветам какие есть более детально это вот как раз меланше с которого я буду вязать свой жилет такой вот здесь три нити если вам видно получается белый серый и такой как персиковый очень красивый цвет и вот он как раз у меня в образце минуточку пожалуйста дальше у нас идет вот такой цвет этот цвет у нас графит 004 дробь 2 кстати каталог с данной пряжи меня ватсапе каждый цвет отдельно где вы его можете рассмотреть более детально описание также есть ссылку на каталог я обязательно оставлю под этим видео как и описание к данной пряжи вот такой графит видите мусора нет каких-либо травинок мусоринок по минимуму далее идем у нас цвет с вами 006 обычный серый вот такой цвет я вам показала вот такой идет 002 без он называется но еще учитывайте цветопередачу своих гаджетов телефонов ноутбуков компьютеров планшетов цветопередача у всех разное вот такой вот он тоже красивый без как раз из этого цвета я вязала крючком образец вот такой это рыжий 005 называется этот цвет рыжий дальше идем красный 006 вот такой причем красный очень хорошо окрашен и тоже нет увидите мусора кардиган получится очень теплым как пальто практически на осень особенно если вшить подклад то будет очень смотреться интересно сейчас у меня камера передает свет таким какой он есть в живую такой вот цвет это у меня цвет но у производителя не у меня у производителя он называется дымчатый 005 дробь 1 дымчатый видите какое красивый цвет конечно камера его сейчас передает таким какой он есть этот свет 004 он по моему называется если верить карте цветов он называется песочный но опять же у всех песочка разная может быть это же не мусоринки не травинки покажу вот даже вот тут внутри если мы дальше да вот посмотрим вглубь мотка там и мусора как такового не видим что очень хорошо дальше у нас идет цвет 003 дробь 1 это светло-коричневый тоже смотрите мусора нет ну вот одна травинка встретилась я и сейчас уберу а так моточки такие чистые и камера сейчас поймала цвет таким какой он есть вживую дальше белый 003 это чисто белый не от белка натуральный цвет со всех сторон вам его покажу и вот тоже если мы посмотрим вовнутрь то мусора как такового тоже нет я почему на этом акцентирую внимание потому что некоторым девчонкам очень важно обсмотреть моток со всех сторон поэтому вот я вот и показываю чтобы вы понимали ох как камера его хорошо поймала далее идем меринос также у нас представлен это называется цвет кремово-бежевый 008 вот он видите какой прям такой интересный цвет это же если мы заглянем туда вовнутрь тоже как бы мусоринок не видно вот этот цвет мне очень нравится он у них называется светло-серый 001 дробь 1 но я бы его наверно больше мраморным назвала или серебристым прям видите он какой тоже и намотка видите она равномерная нигде не встречается каких-либо ярко выраженных переходов то есть да по толщине нити я имею ввиду все вот они аккуратные и последний здесь у меня лежит меланж 010 такой здесь тоже три цвета идет серый светло-серый и белый какой красавчик со всех сторон вот тут тоже видите но это опять же не критично 1 2 встречается иногда кстати пока вижу жилет то или готовлю связать визуально все матки одинаковые и по размеру и по толщине в упаковке и нету перекликания цветов то есть если это идет одна партия то идет одна партия других там нет вот такой обзор я для вас пока подготовила если остались вопросы обязательно мне давайте в комментариях с радостью на них отвечу ей повторюсь что ссылку и описание к видео вы можете увидеть в инфобоксе а я вас всех целую пока пока